Лицо этого актёра полно обаяния и дьявольской харизмы. Вот уже много лет Антон Васильев скрывает имя своей избранницы, но сегодня мы расскажем, кто она и как выглядит. Антон вырос в интеллигентной семье. Мама преподавала в школе, а папа работал инженером. Мальчик рос сорванцом, а в компании сверстников его знали, как рубаху парня. Так получилось, что Антон не сильно тянулся к точным наукам, и чтобы увиливать от уроков физики, он активно принимал участие в любых культурных мероприятиях, проводимых школой. Выступал на праздничных концертах, участвовал в различных выступлениях. Его младший на три года брат Павел, с которым Антон всегда был близок, стал музыкантом. О театре, профессии актёра-мальчик тогда и не задумывался, если бы не любовь. Чтобы всегда быть рядом с понравившейся девочкой, Антон поступил в Петербургский театр юношеского творчества, на должность монтировщика. Актёр признаётся, что на тот момент ему было всё равно, на кого учиться, ведь цель была сблизиться с юной красавицей. Во время учёбы он был занят в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Ревизор» и других постановках учебного театра на Маховой улице. В 2006 году молодой человек стал дипломированным актёром. В 2010 году Васильев принял твёрдое решение переехать в Москву. Этот выбор оказался верным, и в столице для него открылось новое будущее. Сначала он работал на сцене театра на Маховой. Неплохо зарекомендовав себя там, Антон всё чаще стал появляться и на других театральных площадках. Он прекрасно сыграл Гимона в театре на Литейном. Также в мюзик-холл ему удалась роль Эдди в постановке «Бешеные псы». А в МХАТе он прекрасно справился с ролями героев таких спектаклей, как «Мёртвое тело», «Зойкина квартира», «Жаворонок». Наконец, постоянным местом его работы становится театр «Седьмая студия». Сам Антон до сих пор считает, что эти спектакли были самыми важными в его актёрской жизни. В кинематографе Васильев начал сниматься, ещё будучи в Санкт-Петербурге. Как и большинство молодых выпускников актёрских вузов, он сначала участвовал в эпизодических ролях сериалов. Это были довольно рейтинговые фильмы, такие как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». А вот самая первая главная роль была у актёра в короткометражной ленте «Конетель», в которой он сыграл обаятельного и доброго декана. Следующую звёздную роль Антон сыграл, уже переехав в Москву. Его перевоплощением стал капитан полиции Семёнов в знаменитом телесериале «Невский». Зрителям пришёлся по нраву детектив и актёр, сыгравший главного героя, поэтому учредители сериала решили продолжать съёмки и дальше. Но настоящий успех пришёл к актёру лишь в 2014 году, когда его утвердили на главную роль в детективный сериал о буднях оперативников «Невский». В нём Васильев предстал в образе бесстрашного капитана полиции Павла Семёнова, который служит в спальном районе Санкт-Петербурга и переживает непростые жизненные повороты. Павел Семёнов – необычный герой в классическом понимании, утверждает Антон. Образ этого персонажа он собирал по частям из характеров, знакомых ему дворовых ребят. Его детство пришлось на тяжёлые времена, и друзья у него были грубые, вспыльчивые и немногословные, но вместе с тем очень прямолинейные, справедливые и добрые. Таков и Павел Семёнов, через призму которого Антон постарался донести до зрителей, «Главные враги человека – это не бандиты и воры, а неуверенность, отсутствие внутренней гармонии и любви». В одном из интервью, исходя из информации в СМИ, Антон Васильев все чаще соглашается участвовать в комедийных проектах. Несмотря на огромную популярность у зрителей, актёр довольно скромный в своих успехах, не любит быть публичной персоной, поэтому свою страничку в соц. Сетях доверил вести своему родному брату. Но и там он никогда не рассказывает о личном. Считает, что настоящий мужчина больше молчит. У Антона была весёлая, бурная молодость, и он слыл парнем рубахой. Но с годами понял, что нужно идти к лучшей версии себя. И одно из качеств, которые Антон воспитывает в себе – это меньше слов и больше дела. Актёр до сих пор помнит мудрые слова одного из своих однокурсников. На Урале так не делают. Болтовня – это не по-пацански, что за каждое сказанное слово нужно держать ответ, быть ответственным. Васильев почти ничего не рассказывает о своей семье. Известно, что со своей супругой актёр познакомился на концерте. Его жена Алла Прокопович имеет экономическое образование и старше своего супруга на 12 лет. Кстати, в одном из интервью Антон признался, что ему очень нравятся умные женщины. Может, поэтому он выбрал себе в жены Аллу, занимающую должность заместителя главного директора одного из крупнейших издательств страны. До рождения дочери Полины семейная пара жила в гражданском браке. Затем на свет появилась Ульяна. Антон, несмотря на постоянную занятость и командировки, активно принимает участие в воспитании детей. Он рассказывал журналистам, что ежедневно общается с девочками, поведя связи. А свою супругу актёр считает своей половинкой, в которой всегда уверен на 100%. Алёна крайне интеллектуальный человек, делилась знакомая семьи с прессой. Но отнюдь не чопорная дама. С близкими друзьями может от души оторваться. В юности она занималась танцами и до сих пор очень грациозная. Обожает джаз, блюз. С Антоном познакомилась как раз на концерте. Катается на лыжах. Обожает путешествовать по экзотическим странам. В молодости могла на месяц улететь в какой-нибудь город Тривандром в Индии. С Васильевым несколько лет жила гражданским браком. А расписались они, уже когда появилась первая дочка. Алёна та самая женщина, в которой Антон уверен на 100%. Хочется лишь пожелать успехов и счастья в дальнейшей жизни такому прекрасному российскому актёру, как Антон Васильев. Интересные факты об актёре. Находясь на съёмках в других городах, актёр самоустраняется от общения. С этой целью он предпочитает проживать не в гостиницах, а на съёмных квартирах, где любит готовить для себя гречневую кашу. Антон называет себя не компанейским парнем. Антон откосил от армии. После возвращения из Риги и утери паспорта обращение в полицию сулило резкий переход в статус защитника Отечества. Васильев не желал вступать в их ряды. Два года скитался по друзьям и знакомым. По этой причине его родители несколько раз навещали сотрудники полиции и военкомата. Они оказались менее профессионально подготовленными, чем те полицейские, чьи образы Васильев играет в телевизионных сериалах. Закрытый для общения актёр признался, что сам не общается со своими поклонниками. Его страничку в социальных сетях ведёт младший брат, которому он всецело доверяет. В 2018 году артист провёл в дороге невероятно много времени, снимаясь параллельно в Санкт-Петербурге в продолжении Невского, в Москве в театральных постановках и в Ярославле в сериале «Живая мина», освещающем непредсказуемую работу сапёров. Попробовать себя в комедийном жанре Васильеву удалось в проекте Жоры Крыжовникова «Звоните Ди Каприо», где, по словам актёра, он наслаждался крутым чёрным юмором. В начале 2021 года стартовал показ спортивной ленты «Мастер» с Антоном в главной роли. Экшен, в котором персонажи оказываются за баранкой КамАЗа, снимался на родине одноимённого автозавода. Продолжение следует...